Большой зал техакадемии сегодня выглядит непривычно. На столах вместо научных докладов – самовары, угощения. А на стендах – не графики и формулы, картины с семейными сюжетами. Все потому, что в центре праздника – династии атомных городов. Вот такой синтез науки и семьи. Конкурс получился очень масштабным, очень большой интерес возник в сообществах атомных городов. И вы знаете, что у нас было подано 64 эссе о семейных династиях. Об этом мы уже говорили на вашем канале. И могу сегодня сказать, что 36 династий из 64 стали победителями, 20 из которых мы участвуем сегодня здесь, в Обнинске, на площадке технической академии «Росатома». Здесь у нас будет 9 обнинских семей. Также приехали представители династий из еще шести городов. Это, как я уже сказал, Обнинск, Удомля, Балакова, Курчатов, Заречный и Сосновый Бор. То есть все эти люди сегодня здесь с нами. То есть у нас такое общероссийское сегодня получается мероприятие. Я уверен, что оно получится незабываемым и что это, конечно, для людей память на всю жизнь. Победители определяли в трех номинациях конкурса. Профессиональные династии – те, в которых в трех и более поколениях сохраняется одна профессия. Династия атомного города – семьи, где профессии разные, но в рамках одного города. И семья – хранитель традиций. В этой номинации упор сделан на сохранение семьей национальных или собственных традиций. Конечно, все эти аспекты между собой тесно связаны. Вот, например, семья Михальцовых. Все поколения живут в Обнинске, берегут свои традиции, собираясь за общим столом. И в каждом поколении сохраняется интерес к занятиям музыкой. Ну, принимать участие в этом конкурсе мы решили благодаря нашим возможностям, способностям. В общем, мы очень творческая семья, умеем петь. У нас практически вся семья играет на музыкальных инструментах. Также много путешествуем. Вот, недавно ездили на Кавказ, в Крым ездили недавно. Ну, традиции есть там, в принципе. Далеко из Казахстанской области мы не выезжаем. Это тоже традиция же – жить в одном месте. Вот, в принципе, также мы любим кататься на горных лыжах. Не знаю, считается ли это традицией. В семье Михальцовых пятеро детей. На церемонию награждения они пришли почти всем составом, вместе с мамой и младшей сестрой. К слову, идею организаторов оформить праздник в стиле русского чаепития оценили. Да, это очень узнаваемый, очень красивый стиль, очень богатая культура русская. Мне очень нравится традиционный русский стиль, из-за его непохожести на другие стили, индивидуальности. Дмитрий, как и его брат, учится в музыкальной школе в классе баяна. Он рассказывает, что ему не сразу понравился этот тяжелый и звучный инструмент. Честно, я изначально не очень хотел играть на баяне. Я хотел играть на барабаны. Но когда я пришел в музыкальную школу, там не было преподавателя на барабаны. Поэтому мне предложили разные варианты. Я выбрал баян. Ну и потом мне очень понравился этот инструмент. Я решил продолжить на нем играть, даже когда появился там преподаватель на барабаны. Да, у нас вся семья играет. У нас играют все дети, ну и за исключением младшей, которая три годика, и за исключением мамы. К слову, маленькие дети были особенно желанными гостями серьезной, казалось бы, церемонии. Малышей никто не ограничивал. Они бегали между столами, играли друг с другом и родителями. Делились сладостями со столов. Словом, радовались победе в конкурсе по-своему. Это важно, это наша традиция, которую мы зачастую забываем. И она всегда связана с тем, что это свобода. Что кто хочет, пьет чай, кто хочет, бегает, кто хочет, разговаривает какими-то кустами. Ну, то есть совершенно свободная атмосфера. Поэтому я очень рад, что у нас будут дети. У нас, кстати, из сегодня больше, ну, порядка 120 представителей династии здесь будет. Вот из этого состава порядка 38 человек – это дети в возрасте до 14 лет. Некогда маленький проект семейной династии города первых, зародившийся и реализованный на территории Обнинска, сегодня значительно расширил географию и вовлек семьи из 11 атомных городов. Символично и то, что такую популярность конкурс семейных эссе набрал в 2024-м, в год семьи. Анна Шапошникова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ.